Приветствую вас! Скажите, пожалуйста, хотите ли вы преодолеть свои страхи и фобии? Ну вот, серьезно, аноним, серьезно. Хотите ли вы преодолеть свои страхи и фобии? Хотите? Если хотите, то как-то, знаете, не очень похоже на то, что хотите. Почему не похоже? Не похоже, потому что вы о себе ничего не говорите, о себе ничего не рассказываете. Не рассказывайте, какие у вас фобии, не рассказывайте, из-за чего они у вас. Не рассказывайте, как давно они появились. Не рассказывайте ничего, связанного со своей жизнью и так далее. Знаете, только вся в том, что психологи, да, психологи, не телепаты. И мы не можем знать, что именно, какая именно ситуация, история у вас. Мы не можем этого знать. Понимаете? И чтобы разобраться, чтобы хорошо разобраться, нужно изучить вашу историю. Нужно поговорить с вами, да, пообщаться с вами, вот. И только тогда, после этого, можно будет уже о чем-то говорить. Понимаете? Вот. А пока, пока, ваш вопрос, ну, он напоминает, знаете, просто такой вот крик в пустоту. Ну, есть проблема, ну, наверное, серьезная, да, раз вы обратились, значит, к, ну, на сайт. Ну, вот. Проблема, видимо, серьезная. Ну, это мало что меняет, потому что помочь вам все равно никакой возможности нет, пока вы не расскажете, что именно с вами происходит. Вот. Фобия, это, по сути, комплекс, и комплекс, комплекс фобии, комплекс фобии. Это, ну, как правило, линейный комплекс, то есть, что значит линейный, да. А линейный комплекс, это значит, что есть какие-то события, которые вас когда-то напугали. Вот. Точнее, точнее, вы приняли решение для себя бояться этих событий, ну, по какой-либо причине, неважно по какой, просто приняли решение, что вы будете бояться. Вот. Вот. И боитесь. И боитесь теперь, и боитесь, собственно, значит, чуть ли не постоянно. Вот. Соответственно, нужно найти вот то, вот, то событие нужно найти. И, соответственно, вам нужно будет принять другое решение. Принять другое решение, дабы не бояться. Вот, в принципе, и всё. Ну, и плюс, конечно, такой важный аспект, как дыхательная гимнастика немножко, да, там, когнитивной психологии, безусловно, немного нужно будет. Ну, и поддержка, конечно, тоже. Вот. Только вопрос у меня к вам такой. Вы готовы признать, что у вас проблема, и что сами вы не справитесь с ними, да? Далее. Необходимо понимать, необходимо понимать, что фобии, фобии и страхи, если они действительно имеют место быть, фобии и страхи, это то, что, как бы это сказать? Это то, что свидетельствует о наличии у вас, да, о наличии у вас определённых проблем, определённых обстоятельств, определённых потребностей, определённых желаний. То есть, фобии, сами по себе, фобии, свидетельствуют о том, что у вас есть какие-то неудовлетворённые потребности, которые вы не удовлетворяете. И когда вы говорите, что вам нужно преодолеть фобию, вы тем самым как бы говорите, как бы говорите, что я хочу подавить себе это. Я не хочу, чтобы у меня была она, ну, фобия, собственно говоря. Но если вы не хотите, чтобы она была, то вы стремитесь её подавить, а если вы стремитесь её подавить, то она себя проявит. Вот, например, в некотором смысле фобии, ну, вот такой подход к фобиям, да, практикует, например, нейролингвистический, нейролингвистическое программирование. Она практикует такой подход, когда, по сути, человек просто подавляет и преоболевает фобию. Вот, ну да, ему лучше становится, да, он перестает бояться, но та энергия, энергия, которая была, да, она никуда не девается. Кстати, к сожалению, знаете, какой, какой момент? Она никуда не девается, она не исчезает. И, а человек думает, что всё, что всё хорошо, что теперь проблем не будет, понимаете? Ну вот, отсюда, отсюда, я делаю вывод, что вы склонны себя подавлять. Если я прав, и вы действительно склонны себя подавлять, то вот вам уже есть первая причина, по которой у вас есть фобия. Фобия есть у всех, кто себя подавляет, потому что фобия – это, как бы, обстоятельства, разрешающие человеку, ну, например, требовать к себе внимания. Значит, это обстоятельства, которое, как бы, разрешает человеку, ну, ждать внимания к себе. Значит, оно как бы говорит, ну вот я боюсь, вот теперь я могу, там, значит, ну, побыть, там, слабым. Или слабым, например. Понимаете? Вот. Вот, собственно, так и происходит. И если это так, то вам, получается, это нужно. Вам нужно, чтобы, а-а-а, значит, ну, чтобы на вас обратили внимание. И, получается, что вы внимания не получаете, не дополучаете, и из этого можно сделать вывод, что если вы не дополучаете внимания, да, то, ну, вполне может быть, что вы, вы очень хотите его. Этого самого внимания, да, очень хотите, но боитесь, боитесь его получить, точнее боитесь его не получить, точнее боитесь отказа. Собственно говоря. Вот. Ну, если, если я прав, то вот именно в таком ключе вам и нужно двигаться, если я прав. вам. Ну, опять же, это работа. Это работа. Это работа с вами. Знаете? И если вы не готовы, ну, работать, то смысл вашего вопроса теряется тогда. Если бы, как вам сказал коллега мой, были бы универсальные рецепты, да, от фобий, то, наверное, вы бы, ну, знали бы об этом. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если остались вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. А я вам желаю всего доброго, удачи. И я желаю вам успехов, я желаю, чтобы вы выбрали для себя тот путь решения проблем, который вам подходит и избавились от фобий. Именно избавились. Не подавили, не справились, а избавились. То есть раскрыли её фобию. Позволили этому чувству, что стоит за ней, овладить собой. И тем самым, ээээ, уйдя из-под его контроля. Всего доброго. Продолжение следует...